Продолжение темы комментаторов. Времена меняются. И сегодня Гамбиты, которые когда-то были мастодонтами Лиги Легенд, проигрывают Юолом. И тем не менее они все еще являются одной из сильнейших команд всего сплита. Но это поражение может немножко пошатнуть их статус. Ну давайте по-честному. Игра была очень близкая. В какой-то момент там было прямо 50 на 50. Вот буквально за 5 минут до конца игры могло произойти что угодно. Любая команда могла победить, там не было понятного победителя. Но вот тот момент, когда после барона Нашора где-то 2 минуты Юникорны смогли купить тем, что убили Сенкукса. Это стало переворотным моментом с точки зрения того, что они вернули игру под контроль. Они снова стали понимать, что они делают. А дальше в таких драках 50 на 50 никто не знает, что может случиться. В какой-то момент кто-то может сыграть очень круто, кто-то не доиграть. И все, вы проиграли или победили. Давай все по порядку. Игра была и правда очень-очень ровная. Гамбиты играли очень хорошо, несмотря на то, что Юолы поначалу и в целом по линиям расставили все очень правильно. То есть Романс на топ пошел против сета. Да, продолжай. Да, мы обсуждали скейлинг сетапов. И, Ликрит, ты говорил, что сетап у Гамбитов получше скейлиться за счет того, что у них есть Ясик, который блокирует двух рейнджевиков у Юникорнов. Да, то, что у них Сиджа, который перескейливает Лисина. Это все, да, но при этом мы имеем Райкана, который, по идее, перескейливает Наутилуса за счет своих возможностей. Плюс у нас есть Вейн, которая очень много катается по файту. И по факту, то есть Ясу очень сложно создать условия вот этой своей стенкой, заблочить так, чтобы Вейна не смогла нанести нормально свой урон. Плюс есть Орн, который тоже очень сильно скейлится. И, по идее, аутскейлится это. За счет того, что он апгрейдит предметы, за счет того, что он впитывает урон очень сильно. Ну, поэтому... Извини, что перебываю. Честно говоря, Юникорны победили в этой игре, потому что у них Лисин в итоге за отскейли у Сиджуани. То есть перформанс Даймонда в этой игре, он очень-очень средний, так скажем. А на нас сыграл очень хорошо. То есть, несмотря на то, что Докси отыграл прямо... Бенебелиссимо, Магнифико. Перфекто, перфекто. Перфекто, да-да-да. В общем, он был очень хорош, и Сенкукс был хорош. То есть, на самом деле, тут нельзя сказать, что Лодик. Лодик проиграл игру, имея одну смерть. У него еще был уровень 7-1-1. То есть, нужно просто понимать, что тут нет такого, что Йолы выиграли, потому что Гамбиты плохо играли. Нет, обе команды играли хорошо. Просто Юникорны объективно сыграли лучше. Они все-таки смогли в какой-то момент... Вот эта драка, это конец игры. Очень... Вот тут, видите, Сенкукс отдал стену, отдана ульта Наутилуса в войну, и все, у них нет ресурсов, и дальше их просто дорезают. И все, тут, ну, никаких вариантов нет. Ну, это финальная драка, после которой все и закончилось. А до этого ничего не было понятно. Вот до этой драки было ровно 50 на 50. Кто как отыграет? И тут респект Ананасу, потому что вообще-то он кик сделал, инсекнул, то есть перекинул Лодика, поставил Зигса изначально. Прям в файте, в невыгодную позицию, заставил его флэшаться, потому что на начале война его просто расстреливала спокойно. И драка была очень такая распличная, не то, что нужно было гамбитам в этом стапе вообще. То есть гамбитам нужно лоб в лоб, без флангов, без всего. То есть вот сет заходит там вперед, кидает орна в толпу, и начинается вот этот замес именно лоб в лоб. А здесь получилось то, что два чемпиона UOL оказались во фланге, и фишка в том, что остальная тройка может спокойно держать остальных гамбитов на себе. Да, да, и поэтому, потому что все-таки у гамбитов не хватало несколько наступательного потенциала, как это ни парадоксально, с их чемпионами, потому что у них отличный врыв, но проблема заключается в том, что если вы вырываетесь в Афелиоса, допустим, то остается все еще неконтролируемый Вейн. Если вы вырываетесь в Вейн, ну, Номас вообще очень круто играл, каждый раз, когда в него нажимался ультана Утилуса, он включал свою ультимативную способность, сделал кувырок, и как бы все, и ты туда не можешь нажать ультимативную способность Ясу, а даже если нажмешь, то он позиционируется достаточно хорошо, чтобы это не приносило ощутимых дивидендов. Давайте подытожим. В целом, несмотря на поражение, гамбиты играли хорошо, и от победы команды гамбит их отделяла по факту одна драка, которая произошла не самым лучшим для них образом, но Йолы оказались сильнее. Так уж вышло. Игра офигительная, мне очень понравилась, прямо вот, не зря мы так ее хайпили, не зря мы так ожидали, что будет очень круто. Единственное, наверное, для, может быть, ряда зрителей, так прискорбно, что она быстро закончилась, знаешь, она уже интенс-интенс-интенс. Она могла закончиться еще быстрее, я об этом как раз Ликвид и говорил, пока мы смотрели эту игру, но в целом... На 18-й минуте было, если бы третьего дракона забрали на самом деле Юликорны, да, то есть там, на самом деле, Эдвард очень сильно помог своей команде, он ударил крюком по дракону на 54 очках здоровья и принес его в копилку своей команды. То есть он очень молодец. Я еще думаю, что, скорее всего, Эдвард в этот момент колил, ребята, ребята, драконы, там, по-моему, Сенкукс, да, кто-то развернулся, по-моему, Сенкукс развернулся поиграть по гаджету, потому что просто гаджет сники-сники. Вообще гаджет в этот момент, который решил не драться и решил работать по дракону, это тоже такой достаточно дискуссионный момент. Нет, мне кажется, это было правильное решение, он был вообще в супер-мисс-позиции, мне кажется, это самое было правильное решение, то есть все плохо, и ты выбираешь лучшее из всех возможных. Да, на самом деле, с другой стороны, если бы он попытался войти в драку, весьма вероятно, что его быстренько выкинули бы на свалку истории. А так у него был отличный шанс забрать свою команду третьего дракона, и дальше даже размен один в четыре не был бы для его команды плохим, потому что у них было бы три дракона, они приходят на следующего дракона, встают вот в такую позу, смотрят на команду противника, и противника понимают, что они обязаны идти вперед. А до этого, а уже стало понятно, что идти просто так вперед они не могут. И вот в этом и была дилемма. Ну что же, друзья, давайте уже, в общем-то, подводить итоги, по крайней мере, этому матчу и всему дню, в частности. Спасибо большое за такую шикарную игру и Йолам, и Гамбитам. И, конечно же, Гамбиты все еще не лишаются никаких званий мастодонтов, они все еще одна из самых сильных команд континентальной лиги, что, в целом, несмотря на это поражение, все еще неоспоримо. Ну а Йолы все-таки подтверждают свои амбиции на чемпионство в весеннем сплете. Всегда есть фаворит главный, и есть такой runner-up, да, как это говорится. Челленджер. Это называется челленджер. A new challenger appears, и кто бы ожидал, что этим челленджером будут Гамбиты. Сегодня у них не получилось, но we live today to fight another day. Yes. Сегодня, помимо этой прекрасной встречи, было еще три матча, и давайте вспоминать, что у нас было сегодня. Итак, первая игра — это Elements Pro Gaming против ROX, и, конечно же, стоит отметить прекрасный перформанс от ROX, которые, ну, на самом деле выиграли, наверное, уровнем на голову выше. Ну, тут еще важен драфт, да, потому что много отмечали насчет Pantheon. Дэнчик, возможно, не рад нашим комментариям сегодня, то, что мы говорим о том, что... Но я размена здесь не совсем увидел. Задумка в первой половине драфта. Первая половина драфта была отличная. То есть первые три пика — все ок. А вот Pantheon, мне кажется, не совсем здесь подходил. Ну, я думаю, что в любом случае какая-то идея у Дэнчика была, но, тем не менее, эту идею осуществить EPG не смогли. Но я думаю, что у них все еще впереди. Все-таки после поездки к ним на буткэмп у меня прям сердечко растаяло. Думаю, что все будет неплохо. Ну, ты знаешь, если бы ты поехал к кому-то другому, вот ты к Раксам, например, на буткэм бы поехал... У меня за них бы растаялся? Да, скорее всего. Я еще обязательно съезжу к нескольким командам на буткэмп и посмотрю, как они играют. Ну, Раксам бы ты не поехал, потому что у них нет буткэмпа. К тем командам, у которых буткэмп есть. В целом, вспоминая весь этот матч, стоит отметить, что здесь было несколько очень близких моментов. И вот если бы конкретно здесь получилось бы у EPG как-то получше подраться и, может быть, забрать барону, то все было бы хорошо. Но преимущество уже было в 8К. Это правда. И самое главное, что у них было 4 океанических дракона, благодаря которым мы видим, что сейчас Шаганари находятся с полным столбом здоровья. После этой игры тренер команды Рокс, Сет Джестер, дал небольшой комментарий. Давайте прямо сейчас на него и посмотрим. EPG решили попробовать экспериментальный драфт. Я считаю, что мы на него очень хорошо ответили. Крео и Кира должны были пытаться обутить Флатти. Затем с ультимейтами давить бот и забирать объекты. У них это не получилось сделать. После этого нам было достаточно просто играть. Спокойно довели эту игру до победы. GGVP, EPG. GG, EPG. Мне кажется, что эта короткая фраза вполне описала нам его настоящее мнение. Да, все остальное могло бы стереть. GG, EPG и все. Было круто. Было классно. Интереснейшая игра. Вообще, сегодня на самом деле не было ни одной игры, которую было скучно смотреть. То есть все игры получились драйвовыми, интересными, классными. Не было... Ну, в некоторых было понятно, кто победит, на самом деле. Потому что в матче ROX, EPG, там все-таки было понятно, что ROX и ведут. Ну, нет. Но до драфта, мне кажется, непонятно было. Ну, слушай, если понятно, до драфта кто победит, тогда как бы ты сам понимаешь, что очень круто. До драфта из шести представленных позиций в предсказаниях четыре были за EPG и только две за ROX. Поэтому не так все просто. Но об этом мы уже поговорили. Давайте приступать к следующему. Мне, кстати, даже интересно, потому что сегодня все прогнозы угадал. Мы посмотрим на это чуть позже. Сейчас давайте вспомним, что у нас происходило в матче твоих подопечных, команды CROW CROWD и Dragon Army. Там, конечно, был, ну, супер близкий матч. И в целом сегодня трансляция изобилует такими прямо супер равными противостояниями. Ну, в этом матче, как мы помним, Ханнингер уже в своей группе написал, что он не очень доволен своим перфомансом в этой игре. Но, соответственно, в свою очередь, Xonix в своей группе ничего не писал, а просто взял, так сказать, всех, кого мог, на плечи и понес их. Сел за руль автобуса, как это называют в Китае. Тот, кто настоящего героя, настоящий герой о себе не говорит. Мы будем преследовать его, мы будем говорить, что он преступник, но на самом-то деле мы знаем, что он наш темный рыц. Да, 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 именно так. Ну, хотелось бы все равно отметить, знаешь, стойкость CROW CROWD, несмотря на то, что ты говорил, что парни волновались, и это было заметно по их игре. В конечном итоге-то они дело до победы довели, и за это их стоит похвалить. А Dragon Army в очередной раз показывает супер близкую игру с очередной сильной командой. То есть у них получилось это сделать с Роксами, и у них получают это сделать с CROW CROWD, и им всегда не хватает немножко. Ну, немножко не хватило, потому что похилила кошка. Не хватило немножко, похилила кошка. Тут как бы все не просто так. Сегодня панчлайны прям летят. Да, кошки летят все время, честно говоря. Кошки, кстати, тоже. Да, кошек очень много. Я не уверен, что я этому рад, потому что кошка это такой чемпион, против которого неприятно играть немножко. Немножко. Кошка неприятно играть немножко. После этой игры, кстати говоря, тренер твоего состава Старки дал тоже небольшой комментарий. Можно как раз на него и посмотреть, и прочесть, что там он конкретно сказал. Он сказал, что очень тяжелая была игра, сами себе создали проблемы. Программа минимум на выходные выполнена. Постараемся завтра оформить 2-0 и закрепиться в топ-4. Сегодня Xonix отказался проигрывать и был не вороненком, а вороном. А можно картину? Я могу показать. Это выглядело вот примерно. Вот такая вот стоит подкачанная ворона, выходит из спортзала. У нее такие квадратные мышцы, и смотрит на тебя, и такая кар. Такая уц. Кар. А где такая уц? Есть пшено? Да. А я с найду. Вот так, да. Тренер и играющий, тренер и играющий вдобавок ко всему Димонко также дал небольшой комментарий касательно этой игры. Чуть попозже мы на него тоже обратим внимание. Обращаем. В игре против Крокраут мы почти все время вели по золоту, но, к сожалению, не смогли победить ее. Будем работать над закрытием игр. Спасибо, Крокраут, за хорошую и красивую игру. Мы об этом уже говорили. Это лейтмотив всех послематчевых аналитик после матчей команды Dragon Army. Нужно закрывать игры, нужно выигрывать игры. Они долгие, они потные, но, к сожалению, в копилку им они не сыпятся. Но, тем не менее, копилку тоже не забывайте закрывать, потому что если она будет открыта, из нее будут сыпаться монетки. Интересная идея. Следующая игра. Переходим к следующей игре. Подожди, а как Ворону-то посмотрим? Ворону? Ворону не посмотрим. А если посмотрим, то чуть позже. Следующая игра. М19 против Веги. И, несмотря на то, что, казалось бы, это сейчас две команды, два коллектива аутсайдера, игра была очень напряженная и старались все. Это тот самый матч, где ты такой задержал, как 0-6-0. А Трок сможет выиграть эту игру. А 9-1-1 сена, ее проиграли. И 10-2 сена. То есть, игра была очень крутая. За думку М19 мое уважение их тренеру, потому что я давно не видел сетап с таким большим количеством глобалов, которые при этом использовались. Видно, что, ребята, не хватает опыта, но они использовались в целом правильно. А как только они получали малейшее преимущество в драке, дальше летели родные, летели друзья, летели все, кто могут вперед, чтобы поддержать свою команду и догрызть этого из реалескошек. Как говорится, брат за брата, такое за основу взято. Синергия на высоте, господа. Я в восторге. На самом деле, синергия сегодня была на высоте не только у вас, но и у некоторых ребят. Мне хотелось бы отдельно похвалить Оптимуса с Сим Сином. Хорошо у них все получалось. Отыгрывать на Изреале и Юме. Кстати, вообще, респект еще выпишу Кейси. Я все забывал об этом сказать. В этой драке он нажал очень важный локет, который дал невероятный щиток для Оптимуса и просто засейвил его. Я, кстати, надеюсь, что он прокомментирует, Кейси прокомментирует его два итема, которые он апгрейднул тоже, чтобы мы поняли в конечном итоге. Смотрите, это щит на пол хп. Да, это правда. Была ли это фича или все-таки? И такой щит дает вам Орн, у которого куча здоровья, и он нажимает каргулю и нажимает сверху локет. Просто дикий щит накидывает на всю команду. Ну что, в любом случае поздравляем Вегу. Это была прекрасная игра. М19 все еще стараются. Им есть куда расти. Удачи вам в дальнейшем. Но и последний, завершающий, ну и самый, наверное, красивый матч сегодняшнего дня. Это Юол против Гамбит. Вплоть до последней драки непонятно было, кто победит. Но в конечном итоге лишь одна эта драка и стала решающей. И это мы уже, ребята, сегодня с вами видели. Это было прекрасно. Это было отлично. И мы поздравляем команду Юол с победой. Поздравляем всех сегодняшних победителей. Было классно смотреть. Я, как аналитик, был очень рад, что сегодняшний день был таким насыщенным, таким интересным. Давайте еще раз посмотрим теперь на обновленный рейтинг команд в турнирной таблице. Кто где находится и с каким результатом по сплиту идет. Итак, Роксы, три победы, ноль поражений. Unicorns of Love, три победы, ноль поражений. Ну, пока что у Гамбит есть уже одна такая ошибочка. Мне показалось, что ты на пятом месте или пока это как-то это... Давайте к главному. Кого мы видим в топ-4? Крохраут. Давайте вместе со мной. Что мы говорим, когда видим Крохраут? Кар. Хорошо, хорошо. Я рад, что к концу трансляции мы стали понимать, что суть всего этого в том, чтобы попасть в топ-4 и сказать Кар. Так, а какого тебе чувствует себя на одной строчке с Гамбит? Я себя чувствую восхитительно, но вы должны понимать, что каждый маленький вороненок, когда сидит в своем гнезде, когда мама ворона приносит ему червячков или там золотые побрякушки, смотрит на небо и видит звезды. И именно к этим звездам он стремится. Как вы думаете, кто сегодня стал МВП? Дня? Или каждого матча? И так, и так. Соникс. Честно скажу, Номанс очень круто играл в последнюю игру, но Соникс, правда, ну не в одиночестве, но практически в одиночестве вытащил команду, потому что таких явных лидеров ни в одной игре больше. Второе место. Соникс 200 поинтов. Ну и стоит отдельно отметить остальных финалистов. Это Лодик, Соникс, Шаганари, которые прямо сейчас делят между собой первое, второе и третье место с одинаковым количеством очков. А босс, учитывая уже последнее голосование в последней партии или нет? Я, к сожалению, не могу тебе сообщить эту информацию. Да, могу сообщить тебе эту информацию, да, учитывая последнюю партию. Ну, пока что... Ты думаешь, ты не согласен с этим результатом? С каким? Сто. Вот сейчас? Сто? Сто. Может, ты хочешь, чтобы он так же делил первое место? Нет, я думаю, норм. Норм? Босс намного тяжелее набирать очки, потому что вся его команда — это весьма солидные молодые люди. Да, справедливо. Да, то есть, допустим, я не знаю, кто сегодня победил в последнем голосовании, но там прямо... Ананас победил. Ананас? Но я не знаю, я тоже думаю. Это лично мое подозрение. То есть, я бы проголосовал за Ананаса. Я бы тоже проголосовал за Ананаса. За кого вы проголосовали в начале дня? За победу каких конкретно коллективов? Давайте вспомним прямо сейчас и посмотрим на рейтинг предсказания аналитиков. И скажите мне, кто сегодня закрыл полностью этот день безошибочно? Ник, давай сюда. Я тебя поздравляю. Петюнечка. Не зря колд-царя называют колд-царем. Колд-царь. Это смарт. Но, тем не менее, пока что в этом голосовании лидируют гости, зрители. И вот тут неожиданный поворот. Я. Ты. Ну вот. Новичкам везет. Новичкам везет. Я не до конца понимаю, как у вас работает статистика, потому что в начале дня у гостей было 70. Сейчас стало 92, с учетом того, что я угадал 3 из 4. Я не статист. И не человек, занимающийся статистикой. Но мне кажется, что все-таки тут... Что-то здесь не так. Да, возможно, это просто... Они знали, что на самом деле, я думаю, что победят Роксы. Смарт. Think about it. Мы узнаем правду обязательно, когда выйдем из-за стола аналитики и обратимся к нашему статсману. Но это случится только через минут 5-10. А сейчас... Статсман. А сейчас, друзья, будем уже постепенно заканчивать. Но перед тем, как мы закончим, мы посмотрим, что нас ждет завтра. Ведь завтра еще воскресенье. Продолжение игрового уикенда. И еще 4 матча. И если в случае двух последних матчей, в принципе, очевиден фаворит. Гамбиты и Юолы должны побеждать. То вот матч номер 1 и номер 2 под небольшими вопросами. Потому что Dragon Army каждый раз борются. И если в случае двух последних матчей, в принципе, очевиден фаворит, Гамбиты и Юолы должны побеждать. Мы выучились. Против кого Кроу Кроут играет? Против Роксов. Это центральный матч дня, наверное, с точки зрения Интересности, потому что это команда, которая Сейчас ведет на первом месте И Вороны, которые пока себя показывают очень достойно И если мы смотрим в долгосрочной перспективе То это, собственно, ключевые противники За то, чтобы оказаться в итоге на четвертом Но я думаю, что пока что Воронята еще не готовы Пока Воронята не готовы Но если учесть, что Роксы чуть не проиграли Драгон Армии, и их прошлые матчи А именно первый и второй были максимально Шаткими С другой стороны, Крокроу тоже чуть не проиграли Да, кстати говоря, и вообще прогресс виден Роксы не деградируют Роксы прогрессируют И это, наверное, очень важный Такой показатель для этого коллектива Потому что этот коллектив, он может прогрессировать А потом резко совершить даунгрейд со скалы И начать проигрывать Даже, например, Вик-Сквадрон Сможет ли молодая команда Ворон Остановить паровоз команды Рокс? Смотрите завтра в 17.00 Только здесь, на Лолу Спортс На лайв-портале На Твиче, на Ютубе И в ВК Ну а на этом, дамы и господа Я предлагаю постепенно заканчивать Спасибо, что вы весь день вместе с нами Смотрели за этими прекрасными матчами Вместе с вами в аналитике Работали Павел Риллион-Шабалин Это он Ник Колдстар Морозов И, конечно же, Кирилл Ликрид Малафей Это он Еще раз спасибо за просмотр Все записи можете найти в наших социальных сетях Комментируйте, лайкайте Ну а на этом, всем пока и до завтра Получается так Всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...